Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшний день, братья и сестры, слушая Святое Евангелие, где перечисляются заповеди блаженству, есть такие слова «блаженний плачущий, якотии утешатся», «блаженний изгнаний правды ради, якотех есть Царство Небесное, блаженний из тей, гда поносят вас и изженут, и рекутся к зол глагол на вы лжуща, мене ради, радуйтесь и веселитесь, яком сда ваше много на небесех». Сегодняшний день, братья и сестры, мы собрались в этом храме и про каждого из вас, собравшихся сегодня, можно сказать «И свет во тьме светит, и тьма его не объят». Потому что душа каждого из вас, связанная со Христом Спасителем, его светом божественным, отражая его своею душою, сияет в этой тьме, в этой помраченности современного мира. Именно помраченности. Потому что, когда смотришь на красоту природы нашей Святогорской, смотришь на наши храмы, в которые мы привыкли собираться на престольные дни сотнями, ведь раньше, в ноябре месяце, когда уже и холод был, 6 ноября, когда праздновался всех скорбящих радостей праздник, вы все помните, что бывало здесь и до 600 человек народу за столы садилось на престольный день. И радовались общению с Богом, радовались общению друг с другом, радовались этим строящимся храмом, в которое мы собирались как одна семья. И поистине, братья и сестры, посмотришь на все, что сегодня творит человек, то это можно назвать одним только словом – безумие. Но не только в наше время это безумие, братья и сестры. Ведь это было часто и во времена более ранние. Вспоминаем житие преподобного Сергия Радонежского. Преподобный будущий игумен Радонежский Сергий родился в очень сложное время. Начало XIV века. Мало что монголо-татарская ига, при котором две трети населения нашего Отечества были уничтожены. Стерты с лица земли были города и селения. Например, Рязань. Она настолько была уничтожена, что даже построили новую Рязань, как ее назвали в то время, на другом месте. А старое название назвали городище или Старая Рязань. То есть город на своем месте даже не возродился тогда. И преподобный Сергий происходил из боярского рода. Кирилл, Мария, родители его, которые в монашеских одеждах изображены на боковых вратницах, которые впоследствии в конце жизни приняли монашество в Ходьковском Покровском монастыре, они были боярами, но боярами обедневшими, которые вынуждены были из Ростова Великого идти к князьям удельным Радонежским. Ведь в то время не только татары разоряли Отечество, но еще была междоусобная брань между князьями. И подчас из-за этой междоусобной брани людям приходилось переселяться с места на место, ища более спокойного жительства. Князья Радонежские были, хотя и не столь богатые, городок Радонеж был маленький, но они были миролюбивы. И в их княжестве царила та христианская любовь, которую искали Кирилл и Мария со своими тремя сыновьями Стефаном, Варфоломеем, будущим Сергием и Петром. Три брата их было. Насколько они бедно жили, говорит житие преподобного Сергия Радонежского, что однажды они коней в ночное пустили пастись, и кони потерялись так, что они Варфоломея, среднего сына, будущего Сергия, послали искать коней. То есть жили, как простые крестьяне. Этот нюанс их жития говорит об этом. Но в то же время при этом, хоть они жили и бедно, бывшие бояре, жили, как простые крестьяне, но они именно носили звание, ведь крестьянина происходит от слова христианин. Они дух христианский носили, детей своих так воспитывали. Так когда преподобный Сергий видит ангела в виде схимника во время поиска коней, то он просит его прийти к ним в дом на трапезу и говорит, что мои родители любят принимать странников. Говорит преподобный такие слова. И потом, когда мама его на службе стоит в храме, то еще когда была беременна преподобным Сергеем, то во время богослужения младенец во чреве трижды возгласил. Да, так что замечания и делали. Почему? Потому что раньше жены с младенцами, с детьми, которые подчас баловались, как и в наше время бывает, балуются в церковь, приходя детвора. И поэтому жены с детьми стояли всегда в притворе. Но мама была беременна и стояла в храме, и вдруг троекратный крик раздался из ее чрева. Она в слезах стояла со страхом, думая, что бы это произошло. И люди начали укорять, раз ты с ребенком, то выйди в притвор. И она со слезами сказала, ребенок, то у меня в очреве. Я еще и так троекратным возглашением на богослужение преподобный Сергий так волей Божией и чудом таким предрек служение святой Троицы. Впоследствии преподобный Сергий дохаживал своих родителей, как пишется житие. Старший брат Стефан принял монашество, у младшего брата Петра была семья, а преподобный Сергий Варфоломей, он остался при родителях досматривать их старость. И когда уже похоронил их, тогда ушел в пустыню, на гору, на которой сейчас стоит Троица Сергия Лавра. Но тогда это непроходимый лес, в котором водились дикие звери, медведи. Преподобный Сергий уходит туда и живет там, даже когда уже и монастырь обосновался, в такой бедности пишется, что подчас свечей не было, так они лучиною себе светили, чтобы читать на богослужении. Лучина вместо свечей была, не было ни масла для лампад, ни свечей в такой бедноте. И однажды братья было такое, что возроптали на него, не было съестных припасов. И даже братья хотели расходиться, ведь время было, я же говорю, разрухи, бедности всеобщей. И преподобный Сергий уговаривал их, подождите, Господь пошлет все нужное, только не расходитесь из обители. И вот в ворота монастыря постучались. Когда открыли, то увидели, что приехал некий муж и несколько возов со съестными припасами, и один воз с горячими хлебами привез. И они в радости разгрузили эти съестные припасы. И когда бросились, чтобы поблагодарить и пригласить же на трапезу всего благодетеля, но его не оказалось, ни его, ни подвод. И выйдя за ворота монастырские, его тоже не было. И только тут вспомнили, Господи, да откуда же у нас в лесу, тут в пустыне, взяться горячим хлебам на возу. И поняли, что это Господь под видом послал ангелов своих, которые напитали по молитвам преподобного Сергия, тогда братью обители. У преподобного Сергия келейником был его племянник, сын Петра, брата его. Причем с восьми лет он не только келейничал у преподобного Сергия, но и был пострижен в монашество с восьмилетнего возраста. Впоследствии этот келейник преподобного Сергия, его родной племянник, был архиепископом ростовским Федором, который прославлен тоже в лике святителей ростовских и прославлен в лике святых, как и родители преподобного Сергия, преподобные Кирилл и Мария. И тоже приходилось братья и сестры во время жизни преподобному Сергию терпеть тяготы такого земного жития, но ничто не могло его разлучить от любви Божией. По глубочайшему своему смирению он долго не принимал монашество и священный сан. Архимандрит Митрофан, пришедший от Смоленска, он служил у них божественную литургию в монастыре. И братьев долгое время было немного, 12 человек, как по числу апостолов. И монастырь был бедный, убогенький. И на кафедре святителей, предстоятелей Русской Православной Церкви с титулом Киевский и Всеруси был тогда митрополит Алексий, который впоследствии будет писаться святитель Алексий, митрополит Киевский и Всеруси, московский чудотворец. Он был сам святитель Алексий из Черниговских, бояр, бяконтов. И с преподобным Сергием такая особая духовная дружба их связывала. Но преподобный Сергий все по смирению отказывался и от монашества, и от сана священного. И вот пришло время, когда хан татарский вызвал к себе в Орду святителя Алексия. Причем причина вызова была такая. Я слышал, что у вас там есть такой святой жизни поп, который может чудеса творить. У меня слепла любимая жена тайдула. Вот пускай приедет в Орду и исцелит ее от слепоты. Святитель Алексий по смирению своему со слезами молился Богу у гробницы святителя Петра, его предшественника в Успенском соборе. Потому что ну как дерзать сказать, что я сейчас приеду и исцелю от слепоты жену хана. А не исцелить жену этой смертной казнью грозило и бедою возможно и его отечеству и церкви, в которой он был предстоятелем. Со слезами он молился на гробе святителя Петра и вдруг свеча, стоявшая на гробе, вдруг загорелась сама собой. И понял святитель Алексий, что знак дает Господь и помощь свою благодатную. И он взял эту свечу и поехал в Орду и зажевши эту свечу, которая на гробе святителя Петра, который родом был с Волыни, с родины матушки Кемросии, откуда она игумен Ратинского монастыря. И вот святитель Алексий отслужил водосвятный молебен, окропил святою водою Тайдулу Ханшу и она прозрела. Впоследствии она дала свой двор, который находился в Кремле во владение церкви. И святитель Алексий на этом месте построил монастырь в честь Чуда Михаила Архангела и Жевхоных. В народе называют Михайлово Чудо. И сам монастырь назывался Чудов монастырь. А именно на дворе Ханши Тайдулы, который размещался тогда в Кремле. Но когда святитель Алексий уезжал, он не знал, вернется он или не вернется из Орды. И поэтому он призвал епископа Луцкого из Волыни Афанасия для управления церковью в его отсутствии. И святитель Афанасий Луцкий приехал и был в Переславле Залесском. Это 50 километров от Троицы Сергиев Лавры в настоящее время. И соборный храм там стоит древний из 12 века. Спасо-Преображенский собор, до сих пор сохранившийся, в этом соборе крестили святого благоверного князя Александра Невского. Потому что и отец его Ярослав Всеволодович он в Переславле находился. находился глава тогда церкви замещающей святителя Алексея епископ Афанасий. И вот он вызвал преподобного Сергия тогда Варфоломея к себе. И говорит, раб Божий, ты почему же не принимаешь ни монашества, ни игуменского сана? Тот по смирению отказывался, что я не достоин всего. Тогда святитель Афанасий сказал, «Во всем ты добродетельный, но послушания не имеешь. Завтра в пятницу постригаю тебя в монашество и возвожу вы под дьяконство, в субботу рукополагаю тебя в дьяконы, а в воскресенье в аеромонахи поставляю игуменам для обители». Итак, епископ Луцкий Афанасий в храме, который связан с именем Александра Невского, преподобного Сергия в Переславле Залесском постригает в монашество, рукополагает в дьяконы, рукополагает во священники, поставляя игуменам для святой обители. И преподобный Сергий с тех пор со смирением глубоким несет послушание. В наше время братья и сестры, часто молодежь, прочитавшая одну-две книжки святоотеческих, уже знает, как правильно надо жить, что монах должен молиться, монах должен аскетические подвиги нести. Но интересно, у святых отцов написано, «глубь тот духовник-старец, который новоначального монаха благословляет стяжать молитву и аскетические подвиги. Новоначального монаха научить уважению к старшим, смирению и послушанию». Трем этим добродетелям, уважение к старшим, послушанию и смирению, и уже на них, как на плодородной почве, прорастает по благодати Божией добродетели и молитвы и правильного аскетического подвига, правильного аскетического подвига. Потому что можно и подвизаться и о себе мнить, ох, я молитвенник, ох, я подвижник, как когда-то фарисей говорил в храме Иерусалимском, не такой, как прочие человецы. «И пощусь, и молюсь, и милостыню даю». Но это неправильный подвиг и неправильный аскетизм. Правильный подвиг растворен духом смирения, когда человек и молится, и постится, и милостыню дает, но при этом говорит, «Я бы и молился Бога милостыню дать, проси, Господи, что я только так дал, я бы и молиться более усердно и внимательно Бог, а молюсь так уж как получается, прости меня и милосерднее, Господи». «Я бы и подвиги мог нести аскетические боли, как святые преподобные цели Марии Египетской, а я вот почитал жития святых, и оказывается молодец против овец, а против молодца сам овца». Итак, братья и сестры, правильный аскетизм рождается на основе смирения, послушания и уважения к старшим. Итак, преподобный Сергий, который смирялся не только перед старшими, но и перед младшими, потому что заходишь в обитель преподобного Сергия, по обе стороны расписанные святые врата, арка, житие преподобного Сергия. Ну, какое это житие? На одном он несет воду на коромысли в деревянных ведрах, на другом он тесто месит, на третьем он просфоры печет, на четвертом он грядки копает, на пятом он в столярную работу пристраивает сени к кели брата, на седьмой там старается, читает, поет на клиросе, будучи игуменом в своем храме. И вот, братья и сестры, преподобный Сергий именно такой образ жизни с глубочайшим смирением нес. Вот его труды, даже когда крестьянин пришел однажды к нему и говорит, я пришел увидеть великого чудотворца, покажите мне великого Сергия. Ну, братья повели его к преподобному Сергию, а он даже когда одежды себе шил, брал самое худшее полотно, даже такое, что неровно окрасилось, часто в заплатанной одежде трудился. И вот этого крестьянина привели на огород. И он смотрит на огороде, монах в заплатанной одежде, в поношенной, в лаптях, копает грядки. Он говорит, что вы, крестьянин, возмутился, братья, что же вы надо мной, если я крестьянин, так надо мной можно посмеяться? Я пришел увидеть великого чудотворца, великого прозорливца, великого пророка Сергия, а вы мне какого-то нищего монаха показываете. И тут вдруг зазвонили колокола, и на двор монастырский уезжает князь со своей свитою, со своей стражей, стража подальше оттесняет простой народ, и князь идет прямо на огород, преподобный Сергий идет ему навстречу, князь земный поклон перед ним ложит, тот его благословляет, садятся на бревно и беседуют, а все уважительно стоят их поотдаль слушая. Крестьянин втрепет стоял и видел, что как и его оттесненного стражей, что какой князь воздавал почесть тому убогому монаху. И потом, когда уже уехал князь, то крестьянин подошел, положил земной поклон преподобному Сергию и сказал, угодничай, Боже, прости, что я так уничиженно про тебя подумал. А преподобный Сергий обнял его и сказал, один ты правильно про меня думаешь, все остальные неправильно, что я пророк, что творится. Один ты только, что я убогий, да, какой-то монах, который достойно только на грядках огород копать. Вот такой преподобный Сергий. Доброта преподобного Сергия, кроме всех трудов, что он нес по обители, была еще в чем, он любил очень детей. Сейчас некоторые тоже есть такие подвижники благочестия, что вот детвора там может мешает такой сугубому аскетизму, затворничеству или уединенности какой-то. Преподобный Сергий окружен был людьми. Тоже интересно такое, был такой святитель Антоний Смирницкий, он был наместник Киева-Печерской Лавры, а потом его поставили архиепископом Воронежским. Так вот, когда владыка Антоний шел на службу, то его зарясу, поцеплявшись, окруживши, детвора вела на службу всегда, детьми окружен он был, хотя он был аскет, молитвенник, Серафим Саровский о нем высоко отзывался, так и преподобный Сергий. Но он не только любил детей туда приходящих, он вырезал из дерева игрушки, каких-то там барыней, каких-то медведей, зайчиков, раскрашивал их, и детвора, когда к нему приходило в монастырь, то он деткам эти игрушки раздавал. Он с детьми был как ребенок, как и Христос сказал когда-то, не запрещайте детям приходить ко мне, ибо таковы есть Царства Небесные. Так и преподобный Сергий. До сих пор во Сергеевом посаде старейшая фабрика деревянной игрушки, прямо рядом возле монастыря. И говорят, что начало резьбы по дереву, которой славилась троица Сергия Лавра, и начало этой фабрики игрушек положил преподобный Сергий. Он первые игрушки начал вырезать и раскрашивать, раздавая их детям. Преподобный Сергий скончался в 1392 году. Окруженный братьей, скончался как игумен обители. Вместо него в скорости стал игуменом обители преподобный Никон, который отличался смирением и послушанием, проверенным послушанием и смирением. Даже в тропаре преподобному Никону Радонежскому есть такие слова послушание рачитель был. То есть рачительно, тщательно старался стяжать добродетель послушания, смирения. И вот я, братья и сестры, знаете, расскажу интересный такой момент. Как я говорил, время было страшное. В любой момент могло быть и нашествие татар, и между усобицы княжеские могут какие-то военные действия возбудить. И вот на Русь шло нашествие хана Едигея. И преподобному Никону явился преподобный Сергий и сказал, воля Божия, что обитель будет уничтожена. Вы с братьей соберите все святыни монастырские и удалитесь из обители. И братья, собравшись святыни, которые до сих пор сохранились в Троицей Сергии Главре, и Риза, и Схима преподобного Сергия, деревянные чаши, на которых он служил, иконы его келейные, родительское благословение Божией Матери Адигитрии Смоленской и Николая Чудотворца, которыми его родители благословляли. И другие святыни, они взяли с собою и удалились из обители. Нашествие было страшное тогда, и обитель была дотла сожжена. Уничтожено все, и древний храм, который строил преподобный Сергий, и кельи. И через некоторое только время, когда схлынула волна этого нашествия татарского, то братья вернулось на пепелище, на пустое место. И решили ставить уже каменный храм. Каменный храм решили строить на месте кельи, где жил преподобный Сергий Радонежский. А он возле ней был и похоронен. И когда начали копать фундаменты под собор, который закончен постройкой в 1422 году, и в которой потом преподобный Андрей Рублев иконостас написал, который до сих пор стоит с 1422 года, иконы преподобного Андрея Рублева. И когда копали фундаменты под Троицкий собор на месте келья Сергия преподобного, то обрели его нетленные мощи. Когда он окруженный со всех гроб водой, в воде стоял, но преподобный Сергий, одежды его в гробе лежащего были сухи, и мощи его нетленные по сегодняшний день почивают в гробнице в Троицком соборе, а рядом с серапионовой палате на стене написана огромная икона, явление Божьей Матери преподобному Сергию, а перед этой иконой мраморный порог. По преданию это был порог кельи преподобного Сергия, и Божья Матерь ему именно в сенях кельи явилась. Когда он услышал голос «Се причистое грядет», а он в это время в пятницу читал Акафист Божьей Матери «Радуйся невеста неневестная», вместе с учеником своим Михеем преподобным будущим. И он когда читал услышал «Се причистое грядет». И услышав преподобный отворил дверь в сене и как бы навстречу устремившись и в сенях встретил Божью Матерь, которая пришла к нему с апостолом Петром и с апостолом Иоанном Богословом, память которого завтра. И Божья Матерь ему сказала «Не ужасайся избраннича бой, это я пришла посетить тебя, услышана твоя, о ученицах твоих и обители твоей, прочее, да не скорбишь». Вещала и всевладычица так в стихире поется явление Божьей Матери. И вот икона явления Божьей Матери преподобному Сергию написана на иконостасе здесь. То есть Царица Небесная утешила при жизни преподобного Сергия, что она не оставит это место, но тем не менее волею Божию после смерти преподобного Сергия Радонежского обитель была сожжена дотла. Но тем не менее, братья и сестры, этим и укрепилось единство братьев вокруг преподобного Никона Радонежского. Это послужило причиной построения Троицкого собора, который стоит по нынешний день в Лавре. Это послужило впоследствии и расцвету обители преподобного Сергия, Лаври преподобного Сергия. Начало XVII века, польско-литовское нашествие, опять Отечество наше разорено, и Троица Сергия Валавра 16 месяцев в польской осаде. Знаменитые военачальники Сапега и Лисовский, польские, с 30 тысячами польского войска осаждали монастырь, в котором собрались не только монашествующие, но собрали все окрестные со всех селений, люди сбежались под укрытие стен обители преподобного Сергия Радонежского. Обитель обстреливалась, даже до сих пор в Троицкий собор, когда заходишь в южных вратах железных, рваная рана, гласит предание, что когда обстрел шел лавры поляками, то люди собрались в Троицком соборе у мощей преподобного Сергия и слезно молились, и вот ядро пробило двери железные, так разорвавшие их, так она и осталась, эта дыра. И там даже под ней написано, что в каком году, какого числа, какого, да, это ядро, оно залетело в храм, сначала святителя Николая Чудотворца в икону ударилась, потом отлетело в икону Архангела Михаила в иконостасе, и исчезло ядро, не разорвавшись. И так до сих пор рваная дыра с подписью во вратах, на иконе святителя Николая которая стоит с 17 века, тоже такая, как квадрат, где ядро ударилось, выбившие часть иконы. И в иконе Архангела Михаила Рублевских писем тоже часть иконы выбита, так заделана квадратом, где ядро залетело и исчезло за иконой Архангела. И лавра преподобная Сергия выдержала осаду год и четыре месяца. И множество людей простых там спасалось. И Господь хранил этих людей и защитников, хотя их было уже под конец осады и небольшое количество осталось, потому что и голод, и цинга, и все приходилось как бы претерпеть там. Но преподобный Сергий во время осады являлся и говорил тем, кто охранял обитель, завтра будет приступ с этой стороны. И все пушки, какие есть, перетаскивали на одну сторону стены, перетаскивали и отражали удар. Стенобитные орудия, чтобы пригнали поляки, подкоп под Пятницкую башню копали, чтобы ее взорвать и через провал в стене потом ворваться в обитель. Но преподобный Сергий предупредил об этом. И два крестьянина, имя которых так и написано на Пятницкой башне, что все вместе они погибли, они встречный подкоп начали копать этим полякам, которые хотели подкопом взорвать башню Пятницкую. Но встречным подкопом крестьяне выкопали то, и услышавши, когда услышан был звук поляков копающих, они наносили потихоньку пороху и подорвали. Сами погибли двое, но спасли обитель преподобного Сергия ценою своей жизни. И так бывало, что готовили на пролом ворот таран поляки. И как раз сказание осады Троицы Сергия Лавры, что поляки разогнали этот таран, чтобы пробить ворота в обитель. Но никто не думал, что монаши стующие поступят следующим образом. Когда этот таран разогнали и уже к воротам он несся со всей мощью, силой, чтобы пробить их, монахи просто взяли и открыли ворота. Этот таран залетел просто на территорию обители, ворота следом закрыли за ним и на колокольне трезвон, а егумен сказал служить благодарственной молебен. То есть и такие были случаи, когда враги были помощью Божией и мудростью тех, кто охранял обитель преподобного Сергия, они были посрамлены. И так обители не было захвачено. Поляки так и не вошли в обитель преподобного Сергия. Мы, братья и сестры, тоже стоим в этом храме. Верхний храм разрушенный, Благовещенский собор разрушенный, а храм преподобного Сергия Целенький стоит. Сохранил преподобный Сергий этот храм, чтобы мы сегодня могли собраться и молиться всему угоднику Божию, который свою обитель покрывал и молитвенно не оставлял. И мы его покровительству молитвенному вручаем сегодня святую обитель. Когда-то он явился и тоже сказал преподобному Никону и братью, покиньте обитель, потому что она будет разрушена. И братья покинули, а потом вернулись и возобновили святую обитель. Так и здесь тоже. Сестрам пришлось покинуть святую обитель, потому что по 20 прилетов в день было на территорию. Просто в страхе, в трепете в таком, да, сестры отсюда из обители выезжали. И уже на другой день, немножко, когда пришли в себя, то мы еще рискнули, спаси Господи военных, такие свои по духу, которые были, которые вызвались сюда приехать и вывезти, какие можно еще святыни отсюда повозить, кровоточивую иконочку, взяли другие какие святыни из этой обители, икону всескорбящих радости, людей, которые еще тут оставались, да, Сергия с Галиной тогда вывозили, других, кто еще тут оставался уже рейсом, кто-то пешком сюда, как Баба Галя или как дедушка той, что все время дрова помогая колу у нас в обители, трудяшка, сейчас уже казакует, там на воротах стоит, да, тоже пешком пришли из села Богородичного в нашу святую обитель тоже, Баба Галя интересный случай тоже рассказывала, что когда прилет был в дом, и она тоже в таком шоковом состоянии, она вышла и пешком пошла в обитель, то она заблудилась в лесу, и она сутки или больше ни воды, ни еды, ничего, и лето, жара, она, ну, около двух суток она ходила по лесу, ходила по лесу и не знала, как выйти, тем более человек в шоке в таком был, и вдруг говорит, услышала колокол лаврский звонит, и она звук колокола пошла, пошла и вышла к нашей обители, но братья и сестры, когда она пришла, мы месяц, как колокола, не звонили, потому что обстрелы были, подвергать братья опасности на колокольне страшно было, колокола не звонили, Господь дал звук колокола ей, который привел ее в лавру из села Богородичного, тоже вспоминаю рассказы и богородичан, и сестер, что когда садились в микроавтобусы, а к микроавтобусам подошли коровки, выпущенные из хозяйства, и плакали, стояли, провожая людей, но братья и сестры, это нам надо пережить, для того, чтобы мы еще более сплотились в одну семью, так оно и было, и есть, и те месяцы, которые мы с вами пережили в подвалах Святогорской лавре, и престольный праздник преподобного Сергия праздновали в Успенском соборе, и то, когда мы братья и сестры, я впервые, когда сюда приехал, тут тоже было рабочие предупредили, смотрите, Владыка, вон рядом на клумбе мина стоит одна, вон вторая, вон гранаты разбросаны, а там целый ящик стоит на развале Благовещенского собора, когда колокола, трехтонник и другие упавшие были с Благовещенского собора, но все целые, сохранились эти колокола, и тоже чудо было, может, кто-то и не знает, когда мы приехали эти колокола доставать из-под завалов, надо же было раскапывать их, и приехал крановщик, и как раз брат матушки Иван Иванович и отец Иосиф приехали, были тут, приехал крановщик, как правило, перед тем, как доставать колокола из-под завалов, расставили лапы крана, опорные, деревянные подкладки под них подложили, как водится, выдавили кран на них уже так, и так получилось, что Иван Иванович дошел, кто-то по телефону позвонил, по-моему, отец Иосиф как-то в сторону побежал, что-то надо было сделать, и вот когда они все от крана разбежались, вдруг под одной лапой взрыв, который оторвал лапу крана, кажется, встали на мину, которая скрыта была, но никто не погиб, и крановщик сказал, я пока свое дело не сделаю, отсюда не уеду, и мы достали колокола, тогда переправили их в Адамовку, и до сих пор они там, но они вернутся еще сюда, на Благовещенский собор, то, что разрушено все, ну, что сказать, братья и сестры, главное, что мы не разрушены, руки есть, ноги есть, голова на месте, и с Божьей помощью, когда все успокоится, восстановим, и Благовещенский собор, мы же построили тогда, сказать, на пустом месте, богарничаны помнят, что тут просто голый бугор был, и первые службы мы тут, Царство Небесное, Лидия Григорьевна, Лидия Андреевна, Раиса, Анна были такие, Феодосия, певчие такие были, я думаю, что сегодня старая, богородичанская и достойно есть, заспеваете, которая, да, наши бабушки тут всегда, честь им давала достойно есть, на литургии, всегда они пели своим старым, богородичанским распевом, не спеша, главное, спокойненько, так, по-особому, вкладывая душу, это пение, достойно есть такого истину, блажите Богородицу, и вот, братья и сестры, если на пустом месте мы построили, свято место пусто не бывает, сейчас временно службочка, а придет время, да, отстроим и благовещенские соборы, проекты остались, целые, поэтому, фундаменты тоже, поэтому уже проще, да, у нас даже отец Иосиф пошутит, так говорит, деревянные храмы лучше, чем камень, отец Иосиф, что ж, ну, деревянный храм сгорел, пепел ветром сдуло, и фундаменты его отстроить заново, а камень нас начал разгребать, а потом только строить, поэтому, братья и сестры, ну, куда же, значит, надо построить, еще раз, постараться, потрудиться, и все это с Божьей помощью мы отстроим, и все это оно еще будет, и сестры сюда вернутся, и богародичане, знаете, я вчера смотрел так, что там, и вот так, она в храме сейчас присутствует, та жиночка, да, когда у нее интервью берут, она идет по селу, и говорит, да, вот я приехала в село, хай хоть бьют, хоть убьют тут, никуда я отсюда не пою, так у вас же, говорит, хата сгорела, у вас же хати нема, хоть и хата сгорела, а это мой дверь, это моя земля, я тут буду жить, и никуда я из села не выйду, это мое богародичное, да, я послал, это, это такой, кусочек, такое интервью, я послал тому военному, який помогал тоди богародичан вывозить, уже под обстрелами, и он мне написал, посмотрев со слезами, как раз, говорит, вчера вспоминали, как мы вывозили, помогали святыне, да, и вывозили людей из богародичного, ну, дай Боже, братья и сестры, еще когда мы все успокоимся, когда отстроим, и мы соберем, и пригласим в храм всех тех, кто с добром относился и к сестрам, и к жителям, и к святыням, к этому святому месту, и помолимся сугубо все вместе, и я думаю, что и Господь управит, все так будет, Господь слышит наши молитвы, ну, еще надо помолиться, еще надо попросить Бога, еще надо постараться жить по Божьему, поэтому дай Боже, и старайтесь жить так, друг другу помогая, друг друга поддерживая, уныние это смертный грех, и унывать не надо, все управится, все друг другу, мы не чужие, мы по Адаму родственники, мы во Христе родственники, и даже вот, там недавно с Келлером, с отцом Сергием, мы беседовали тоже, Сергий, кстати, звонок, говорит, Владыка, благословите там, в Богородичное поехать, там повезти продукты, кто людям там приехали, живут там 35 человек в Богородичном, вот, и я Матушку Амросию попрошу, да, чтобы Матушка Амросия с сестрами, кто тут, где живут люди, чтобы знать, по хаткам определиться, и тогда, соответственно, собрать, привезти сюда людям, кому что необходимо на зиму, там можем и картошечкой, и продуктами помочь, и какими-то еще там, какие нужды есть, друг другу, чем можем, должны помогать, человек в наше время не должен чувствовать, что он оставлен всеми и Богом, Богом мы не оставлены, и друг друга не должны оставлять по примеру Божия, поэтому, дай Боже, братья и сестры, да, все что добро, или что красно, но и же жить, и братьи вкупе, как Господь сказал, откуда узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою, и вот эта любовь, которая собрала нас сегодня в храме, в этом, любовь к Богу, любовь к святыне нашей, да, и любовь друг к другу, я сегодня так шел, дождь иде, вышли на благословение, ну вот, мало что святой водой покрапило, еще и дождик сегодня покрапило, ну вот, ну, и братья и сестры, да, рядом руины, кругом бурьяны, разрушено все, наше красивое село Богородичное, а люди, на благословение вышедших под проливным дождем, стоять и улыбаются, стоять и радуются, и кто у нас отымет эту радость, да, ну и что нас, братья и сестры, если мы с Богом, ничего не сломит, поэтому сегодняшний день поздравляю именинников с Днем Преподобного Сергия, поздравляю всех с престольным днем, с Днем молитв за нас, великого, Игумена Земли Русской, Преподобный Сергий, он же не просто так, тоже, братья и сестры, как бы молился, трудился там, воду носил, хлебомесил, это все так, но основной труд Преподобного Сергия, он возродил монашество, которое было в упадке, он, по сути, подвиг Преподобных Антония Феодосия Киева-Печерских повторил, «Благодаря прозорливости святителя Афанасия Луцкого, он стал монахом и игуменом своей обители, но он воспитал братью Преподобный Сергий, братью, которая впоследствии основала более 70 монастырей, его ученики, больше 70 монастырей было основано его учениками, и вокруг каждого монастыря народ возрождался духовно и вставал с колен от того отчаяния, безнадежия, от того уныния, которое, казалось бы, временное обстоятельство ставили народ. Благодаря ученикам Преподобного Сергия, благодаря его духу любви к Богу и любви к ближнему, в таком же духе строились эти обители и собирался народ Божий вокруг тех монастырей. Их множество можно перечислить и учеников его, которые прославлены в лике святых, а монастыри, которых по сегодняшний день стоят. И подчас тоже непростую судьбу те монастыри переживали и разгорения, и разрушения, но восстанавливались и по сегодняшний день в них звучит монашеская молитва и хранится предание, что этот монастырь сам Преподобный Сергий основывал, он часто даже приходил и показывал место, на котором строить монастырь надо. Так и Борисоглебский, Савва Старожевский монастырь и другие. Сам Преподобный указывал место даже построения монастыря, обходя и благословляя это место. Так и это место Преподобный Сергий благословил, обходя его. И поныне незримо присутствует среди нас простой, такой близкий народному сердцу угодник Божий. Особенно таким сельским людям Преподобный Сергий, потому что и сам подобно им и грядки копал, и воду носил, и хлебами свил, и плотницким ремеслом, и деток вокруг себя собирал, воспитывал духовно. И тоже не пропало братья и сестры, что стены разрушены, это все восстановится. Главное, что мы в храме есть, остались единой общиной. Панамарин, наши хлопцы, богародичане, да, где-то он из Харькова приехал, чтобы на престольный день в свое родное село попасть, Родион, которого я еще таким маленьким-маленьким помню, а сейчас уже приехал с мамкой, с супругой, но приехал с Харькова, чтобы поучаствовать в престольном дне в свое село и попанамарить в алтаре по старой традиции, как он панамариком тут и рос. И Игорек тут, и Димка тут тоже панамарит, тоже свои богародичаны, это тоже уже ученики преподобного Сергия, это тоже уже духовное наследие села Богородичного, это уже братья и сестры тоже, это детвора, это которая из Харькова проехала с Еленой вместе, это тоже как бы отражение на них той любви к Богу и любви к ближнему, которая и в вас в каждом есть, и они по сути на этом тоже растут и воспитываются, воспитываются людьми Божьими, людьми, за которыми родителям потом радостно. Спасибо Господи вас, братья и сестры, за молитвы. Вы знаете, говорят, от избытка чувств уста глаголют. Так бывает, что наместник Святогорской выйдет и по 40, по 50 минут говорит проповедь, но просто хочется сказать все, что наполняет сердце. Когда-то один из проповедников на вопрос говорили, что, батюшка, вроде проповеди у вас простые, а что ж народ к вам так как-то стремится на проповеди, он сказал интересные слова, я никогда не говорил народу того, чего не пропустил через свое сердце. Мы, братья и сестры, стоим в храме в этом, иконостас, и роспись, и молимся. А кто помнит первую службу тут, в палатке, выкопанный котлован был, а была поставлена такая войсковая палатка, бытовка, и снежок уже выпал 6 ноября, и мы, престольный день всех скорбящих радостей, после выкопанного котлована, мы служили литургию в палатке, да, первый раз на тем месте. А потом, когда уже заложили нижний храм, и тут не роспись была, а блоки бетонные в стенах и кирпич нештукатуренный, и иконостаса не было, просто так, ну, уже помещение вырисовалось, как цокольное, и мы в этом помещении поставили иконочки, и тоже служили литургию, да, к нам ли, служивши мы в палатках, и в школе служили мы литургию, самую первую в школе мы служили литургию в столовой, тогда, и пришло немножко народу, так были, ну, те же бабушки наши певчи поприходили в Царство Небесное, вот, и потом уже служили тут, на этом месте, так потихонечку, потихонечку все образовывалось, и дай Боже, братья и сестры, да, и дальше все образуется, и все, и Господь утешит, потому что Господь светом Своим Божественным в наших душах светит, да, и как я уже говорил, и свет во тьме светит, и тьма его не объят, не может тьма света заглушить, поэтому тот свет, что в ваших душах, свет Христов, который от Христа исходит, да, от света привечно, свете тихий, святые славы, мы, братья и сестры, дай Боже, чтобы этот свет просвещал в нас души наши, вот, именно вот этого света от Христова у нас, и утешение, и радость, даже посреди скорби, даже посреди бедствий, и дай Боже, братья и сестры, чтобы помогая друг другу, да, возродили не только скит, но и село с древним славным названием Богородичное, с 12 века упоминаемо это село, да, и название Богородичное редкое, якое имеет село, или город, посвященный Божьей Матери, дай Боже, братья и сестры, чтобы мы в этом селе сотнями, а то и тысячами, собирались еще на престольные дни вместе с сестрами, празднуя престольные торжества, храмовые, да и праздники Святой Церкви, как мы привыкли сюда стекаться, и на Пасху, и на Крещение, и слухать колядки на Рождество Христово, да, и приносить плоды со своих садов на Спасопреображение, да, и мед со своих пасек на освящение, на Маковея, на покров Божьей Матери, просить ее покрова тут, мы, братья и сестры, мы уже к этому месту привычны, уже мы без него жить не можем, но это же не просто так, это не просто, мы без этого места жить не можем, мы без Бога жить не можем, вот это главное, и Господь это видит, и знает, и преподобный Сергий видит, и знает, и наше воспоминание сегодня о нем, наша любовь к нему, молитвенная, она ответной любовью там в Царстве Небесном сейчас откликается, перед лицом Пресвятые Троицы, вместе с Божьей Матерью, когда-то ему явившейся, он стоит и молится именно сегодня за нас собравшийся, и за село, село, посвященное Царице Небесной, и овеяное молитвами преподобного Сергия, и его молитвенным предстательством за нас. Аминь. Подписывайтесь на YouTube-канал Святогорской Лавры, и вы всегда будете в курсе новостей обители. А чтобы совершенно ничего не пропустить, установите уведомления обо всех обновлениях нашего канала, нажав на колокольчик под этим видео. Следите за новостями Свято-Успенской Святогорской Лавры на официальном сайте и в социальных сетях. Святогорской Лавры